Обратите внимание, разве что на Хесли Павлина из Нидерландов. Вот он бежит по шестой дорожке. Вчера, кто смотрел трансляцию, увидели, что он уверенно преодолел коллекционный раунд в беге на 100 метров. И вот сегодня он будет пытаться сделать то же самое уже на 200-метровой дистанции. И рядом с ним на седьмой дорожке Виталий Корж из Украины. Виталий Корж из Украины, известный бегун, участник многих эстафет украинской команды, 4 по 100 метров. Ну, конечно, Паулина особо внимания болельщиков. Тем более, видите, он такой улыбчивый, доброжелательный, открытый. Поэтому так вот к нему очень внимательный и благожелательный публика, тем более, относится он свой. Ну и лучший результат в этом забеге, в этом сезоне был у Давида Манетти из Италии. Давида Манетти, он бежит по восьмой дорожке. По восьмой дорожке. По первой дорожке Ян Волка из Словакии. Микель Деса из Андорры по второй дорожке. У него, конечно, совсем такой слабенький результат. Ну, в общем, один из представителей этой страны. Наверное, может, единственный, который участвует в соревнованиях. Марек Ниит из Эстонии, третья дорожка. Алекс Уилсон, швейцарист, четвертая. Робин Эрева, пятая. Но, еще раз повторю наше внимание, шестая, седьмая, восьмая дорожки. Хэнсли Паулина, Нидерланды, Виталий Корш, Украина и Давида Манетти. Манетти хорошо очень так стартовал. И Паулина с ним. Сейчас, видимо, все-таки будут набегать. Но вот смотрите, очень-очень прилично бежит Алекс Уилсон. Да. Ну, Манетти и Уилсон, они... Они были однозначно первый-второй. Ветер, видите, конечно, мешает. Результат 20-80. Уилсон даже, похоже, выиграл. Порадовался этому. Ну, а вот удалось ли быть третьим Паулине, посмотрим. Да, по-моему, он все-таки... Нет, нет, четвертый, судя по всему. Судя по всему, Словак Волка сумел его опередить. Молодой парень, Ян Волка. 19 лет ему всего. Только вышел сейчас вот из юниорского возраста. В этом году ему исполнится 20. И вот он, похоже, что преодолел квалификационный раунд. Три забега всего в квалификационном раунде. А в полуфинале, извините, уже в следующем раунде к спортсменам присоединятся те, кто...